Добрый день, друзья! Сегодня я продолжаю свое повествование о том, как я побывал на борту супертанкера Вилсиси. Это будет заключительная часть. Но перед тем, как начать свой рассказ, я хочу ответить на парочку комментариев, которые были под двумя прошлыми видео, так как я их посмотрел очень большое количество подписчиков и других людей. Кстати, подписывайтесь на канал, кто первый раз. Первое, что я хочу ответить, это по поводу второго видео. Там было много комментариев, что человек по рации говорил немножко с русским акцентом на английском языке. Я буду делать в этом видео немного вставочек из моего личного опыта. Первое, как общаются, например, южные корейцы с филиппинцами. И второе, как я хочу ответить. И второе, это когда я работал с индусами, бандаладешцы и все там, все прочее. Какие люди, которые выписывают на английском языке? Все. Первое, первое, второе, второе. Кто делает впечатление, что это? Это меня. это несколько раз, раз в неделю. Как вы спросили, как много потребителей, последние три война. Это вы видите, что вы видите, как вы спросили, как вы спросили, как вы спросили, но в реальной ситуации мы видим, что это не так. Это сертификат, 15 ppm. Это сертификат, 20 000 лодинг, и жарки, нет? Нет. Вы можете спить? Это хорошо. Для шифтеров, это несколько раз, несколько раз. ФРС 27, 27, 27. Окей. Потому что судовой морской язык немножко отличается от того, на каком обычно говорят англоговорящие люди. Ну и дальше. Дальше это... Есть, конечно, такие «великие механики», в кавычках, которым там что-то не нравится. Я пытаюсь сделать эти видео, объясняя простым языком большему количеству людей. потому что морская профессия, это узкоспециализированное занятие. И никому это не нравится, выслушать какие-то механические тонкости и все такое. Я пытаюсь от этого всячески уйти. Если кто-то очень такой крутой механики, хочет помериться там гаечными ключами, то в этом контракте я сделал, например, обучающее видео по тому же Зульцеру. Пусть этот умник хотя бы, ну, напишет мне в комментарии систему реверсирования того же Зульцера. Просто в определенный момент, если опускается вниз, то немного масла перепускается на всасывание снова. И получается, как они пишут, «Хайдролик Роуд» становится меньше, и «Экзост Вэлл» закрывается раньше. Ну, начинает он работать с 65-80% нагрузки главного двигателя, и получается, значит, «Экзост Вэлл» закрывается немножко раньше. Все это работает в паре с VAT, это тоже есть на бурмейстере Вайн, «Variable Injection Timing», и еще есть там «Variable Injection Timing and Fuel Quality Settings», это все вместе. Ну, тоже уголы режима подачи топлива. Пусть объяснит и прочие там тонкости. Я как бы говорил, что бурмейстер Вайн от Зульцера не отличается, но это потому, что в таком, если пристально на него смотреть под микроскопом, то все это рассказал в видео, которое, кстати, очень хорошо смотрели. Ну, на чем я закончил, это небольшое лирическое отступление, то, что мы делали моточистку на четвертом цилиндре. Я позвонил в офис, договорился о том, что судно будет останавливаться, но, слава Богу, мы прошли уже западную Африку, и поэтому и погода была хорошая, пиратов никаких в округе не было. Еще сутки мы там кое-как тянули с этой температурой, постоянно, как говорится, моряки поймут, клоузли мониторин делали. Это любимое выражение офисных работников. Меня спросили, ну, я еще раз повторю, сколько тебе нужно часов? Если какие-то снова механики будут писать, я сказал 14 часов. Может, напишут, мы делали за 4 часа, за 2, за 10 минут, это все полная чушь. 14 часов, ну, 12, да, было раньше 12. Но так как двигатель незнакомый, Зульцер, все мы были вообще первый раз на нем на 14 часов, чтобы уже без всяких вариантов. Что мы сделали? До этого мы почитали со вторым механиком инструкцию, как всегда. За сутки до этого приготовили всякие хайдролик джек, гидравлические джеки, ключи, а их-то много, прокладки, гаскеты, оу-ринги, ну и все такое. Дальше спокойненько начали снижать обороты, где-то с 7 утра. Все равно получилось бы по-любому работать на горячем главном двете. И где-то к 8 часам мы остановились, и понеслась. Понеслась, слава богу, были филиппинцы нормальные. Но я уверен, что были какие-то отличия, но в основном это такое. Почти-почти одно и то же. Перекрыли топливо, спустили в воду, и дальше дернули всю эту крышку. Я там периодически тоже бегал. Тоже сейчас, но не могу не сделать исключение. Скажут, вот он там что-то снимал, снимал. Да, камеру переставлял, сам участвовал, еще успел заснять видео. Потому что, если бы не было видео, не было бы моих рассказов, то не было бы и комментариев. Это к тому, что, что было раньше, яйцо или курица, курица или яйцо. Нет видео, нет комментариев. Как бы никто там из офиса сильно не напрягал, так как я раньше с реками работал, то это постоянно было, ну, когда я был вторым. Деда звали каждые 15 минут, что происходит. Он бегал, что-то капитану докладывал, прибегал обратно, у меня спрашивал, это очень сильно раздражало. Я никого не напрягал, но когда уже там, конечно, у людей не хватало рук рабочих и сил, я включался там бегом на кране. Помогал людям. Ну и так контролировал процесс. В итоге мы это все завершили, как я и сказал, за 14 часов. Кинули новый поршень и поехали вечерком. Разогнались где-то с 8 до 8, да, в 10 вечера. В 10 вечера. И как бы температурка припала в этом четвертом цилиндре. Стук прекратился, чем я и говорю. А, и в этот момент, я забыл сказать, мы заметили, когда замерял втулку второй механик, что зазоры там уже на пределе. На пределе. И это, кстати, была причина этого стука. Потому что, ну, мне просто хотелось интересно узнать. Я дальше покинул эту компанию и пароход. И потом, он говорит, залез еще когда, ну, стук появился. Где-то через пару недель. И в порту он залез делать осмотр колец. И пока валоповоротки крутил поршень, там просто внизу, он говорит, как колокол там. Бум-бум. Гремел. Вот поэтому на больших оборотах так и получалось. И дальше они уже без меня в следующем контракте поменяли втулку. А втулку это уже не 14 часов. Но они там буквально там сутки где-то бегали. Ну и все. Ладно. Это следующий контракт. То, что было в моем контракте. Пошли мы дальше. А шли мы, шли из Нигерии. Вот почему в Нигерию сюда заходят? Хотя там и пираты. Я каждый контракт туда попадаю. И коррупция, и пираты, и всякие власти. С властями как-то порешаешь, потом боишься с пиратами. У них нефть просто 0 ppm хайдрокарбонов. Она вообще, можно сказать, не пахнет, не воняет. Как вот мы брали в Венесуэле. И поэтому весь мир туда едет. Ну, во-первых, там все эти Shell, BP, терминалы. Поэтому, хочешь не хочешь, а нефтяные компании и танкерные посылают туда. Вот мы взяли нефть эту. Супер, суперную нефть. И пошли. Должны были мы идти вначале в Швецию. Выгрузить половину танкера. Потом идти в Вильхельмсхаффен. Это Германия. И оттуда должен был я уехать. Ну, я уже обрадовался. Прошло 3 месяца. Я, ну, это до этого, до моточистки еще, я подал рапорт на списание. Нормально. Моя замена уже была готова. Я с радостью, как моточисточку сделали. Значит, в порту ничего делать не будем. Все нормально. Ну, всякие мелкие проблемы, это уже, как бы, в счет не идут. Посчитал я топливо по поводу дизельного. Потому что я уже в предыдущих сериях говорил. Там нам хватало с такими расходами 100 тонн в сутки. Тем более, еще котлы на выгрузке. Это полтора суток, двое максимум. Надо было, надо было бункероваться. После Швеции тоже что-то там этот был шелла. Товарищ говорит, вы как-то дотянете до Германии. Я говорю, ну, дотянем, только не хватит там где-то 150 миль. Будем переходить на тяжелое топливо. Вы платите штрафы. В итоге они что-то как-то мимо ушей это все пропустили. И с мункеровкой ничего не было. Потом еще раз спросили. Я им то же самое подтвердил. Ну, договорились они все-таки где-то там то ли из Швеции выйти около Норвегии взять, не знаю. Говорят, очень дорого. Но я говорю, это меня не сильно интересует. Дорого, недорого. И с таким настроением гуляю я по палубе. Нахаживал там 3 километра. Да нет, 5 километров, да, за вечер. И в этот момент что-то начинают орать мне с моста. С торпом, помню. Гена, бегом, иди там, надо топливо пересчитывать. У нас что-то рейс поменялся. Оказалось, что южнокорейскому капитанчику прислал местный агент с Германии письмо, что типа мы должны зайти вначале в этот порт. Он бедный под козырек. Все это в субботу дело было. Я не знаю, мог бы переспросить, написать в шелл. И бегом, бегом, они там планы все поменяли. Я с бункировкой, ну а что мне? Сказали, откуда я знаю. Видимо, капитану что виднее. Идем туда, идем туда. Значит, я быстрее домой уеду. Ну и все нормально. И в итоге мы туда путь держим. Все это быстрее. Я обрадовался, думаю, еще раньше уеду. Получается, приходит понедельник. И нам такие все поток писем пошел. Капитану. Как это так? Мы вас ждем в Швеции, а вы идете туда. Кстати, я сейчас вспомнил. У нас была осадка 20 метров. И дело в том, что это я уже потом понял, когда мы в Германию зашли. Сейчас вначале расскажу. Мы должны были выгрузить половину груза. И осадка должна была стать где-то метров 14. И потом мы спокойно должны были зайти в Германию. Но этого не случилось. Поэтому, когда мы заходили в Вильхемисхаффенпорт, мы сидим с третьим механиком. Тоже всякие проблемы. То там этот насос циркуляционный у телекотла вечно он там не запускался. И уже делали. Бежит, парит. Это кошмар. И в этот момент мы сидим в цепу и слышим какой-то такой скрежет шум. Он побежал, что-то ничего не понял. Я бегаю. Ну такое чувство, что думаю не хватало еще масляный насос главного двигателя. Просто гремит. Ну где-то в том районе шумы происходит. Внизу. Потом я что-то раз-раз немного сообразил. Выбежал на корму. Еще посмотрел. Чувствую там вообще аж грязь такая в воде. И потом понял, что с осадкой в 20 метров мы тупо идем днищем по дну. Вот так. Ну это южнокорейский капитан. Но компания была южнокорейская. Поэтому его там пожурили. И все. Хотя по-моему там убытки я слышал 200 тысяч долларов или больше. До полумиллиона. Ну и все. Зашли мы в Вильхемсхафен. Приехал мой сменщик. Давай выгружаться. Но снова эти проблемы там. С этим четвертым механиком. С южнокорейцем. И он только получил тоже письмецо, что он уезжает уже из Швеции. Он бедный. Аж там чуть до потолка не прыгал. Ну конечно ему было радостно уехать. Ну я же говорю как уже и повторюсь. Свела нас судьба потом в Южной Корее. Сейчас я с ним переписываюсь. Он же еще кстати отслужил в армии своей. У них это обязаловка так же как в Израиле. И потом даже думал бросить море. Я когда с ним встретился. Я говорю ты давай кимчик это не дури. Все такие тупенькие вначале приезжают. Но потом надо. Я говорю давай давай. Потому что все говорят ой там такой уровень жизни. Все так работают. Но он мне рассказывал что в береговой охране Южный Кореец получает две с половиной тысячи долларов. Вот скажу раз о зарплатах. Там он у нас получал четыре. Четыре тысячи. Так что нормально. Для Кореи. Ну хотя у них контракты конечно я говорил. Капитан это девять месяцев. Правда нашему четвертому повезло. Но потому что его в армию забирали. Четыре месяца отрубил. Ну и кстати он видимо меня послушал. Пошел четвертым. Но сейчас что-то не отвечает пока. Может на контракте надо ему фейсбук написать. И я такая радость у меня вообще. Ну все. Схожу еще в Германии. О чем же мечтал вот в видео. Вот сейчас идешь и кажется так быстро время прошло. Четыре месяца. А когда если вспомнить каждый день. Этого контракта с адреналином. С проблемами. Это конечно не весело. Прошло три месяца с того момента. Как я посетил борт этого большого танкера. Сегодня тоже хороший день. Настроение замечательное. Получил флайт детали. Полетные данные. Меня планируют на 3 сентября. Но я думаю мы задержимся. Потому что случилось непредвиденное обстоятельство. Нам нужно остановиться. Когда-то лет восемь назад. Если посмотрите мои морские истории. Это случалось постоянно. Но сейчас. Так говорится. С течением обстоятельств. Будем дергать поршень. Который весит четыре тысячи килограмм. Или четыре тонны. Все это увидите в работах. Которых за этот контракт. Случилось очень много. Если сравнить с предыдущим контрактом. С 136 серийным. То прошлый контракт это был просто. Курорт какой-то. До конца выгрузки. И потом. Должен был улететь в тот же вечер. Но перенесли на один день. 1 сентября. Поэтому я думаю. Проведу сутки в Германии. Засниму еще одну серию. Это замечательно. Как я и хотел. Настроение хорошее. Решил сразу записать. Потому что адреналин бьет. Эх. Еще пару деньков. И все. Надо паковать чемодан. Пожили в гостинице. Съезжаю с парохода. Со всеми попрощался. Обменялся адресами. Как всегда. Остается парочку человек. С кем поддерживаешь отношения. Это вот. Остались. Два вторых механика. Нормально. Ну и вот. Комментарии тоже там. Писал один третий механик. То что. Да. Я там после вас работал. Нормально все. Ну и самый счастливый момент. Что я заснял. На этом контракте. Это первую серию. Три неприятных момента для моряка. Тоже мне писали там. Что надо с радостью ехать на работу. Но я с этим не согласен. Хотя в этом контракте. Я с радостью еду. Потому что новый пароход. Танкер. Я там знаю. Людей знаю. Но очень классно. А туда что-то не весело было ехать. Еще и в западную Африку. И снял четыре приятных момента для моряка. Но всем почему-то нравится. Когда кто-то нудит. Кому-то плохо. Это больше смотрят. А когда хорошо. То не очень. Хотя. Мне наоборот приятнее смотреть. Когда я схожу с парохода. Посещаю какие-то страны. А то что на контракте. Я абсолютно не смотрю. Хотя это нравится моим подписчикам. Вот. И сошел я в Вильхельмскаффене. Вот это чувство. Когда что-то потеряешь. Потом приобретаешь. Никто тебя не нагружает. Никто тебе не звонит. Сейчас пока появился интернет. По-быстрому начал просматривать информацию. В ютюбе. И вообще. И вспомнил этот фильм. Может вы смотрели. Пятый элемент. Где Брюс Филлис играет. Как прилетела. Эта. Подруга. Которая. Мило его еще играла. А что она делает. Изучает нашу историю. За те пять тысяч лет что пропустила. Ведь она некоторое время спала. Моя. Моя. Она отсутствовала на земле. Я уже не помню. И бегом давай просмотрели. Что случилось. Вот так же и моряк. То же самое. Четыре месяца я был. Можно сказать. Без информации. Сейчас же надо обновить все системы. Все. Бегом. На компьютере. В телефоне. Узнать что случилось. Что изобрели нового. Что будет выходить. Что покупать. Это постоянно так происходит. Это мне кстати очень нравится. Ты сидишь в гостинице. Естественно по моей мечте это осуществилось. Я прожил сутки. Походил по городу. Попил пивка местного с сосисками. Ну как же это. Не сделать в Германии. Хотя ничего такого. Это можно было раньше допустим. Когда у нас был дефицит. Сейчас как бы в Киеве тут есть такие бары. Что ничем не отличается. Даже красивее все. И потом на следующее утро. Подъехала молодая девушка на такси. И повезла меня в Бремен. Я кстати думал что я там поживу. Мы с ней поговорили. Хороший у нее английский был. Рассказала что отец с мамой. У нее владеет таким небольшим бизнесом. Пять машин. Ну в общем такси занимаются. Развозили морячков по аэропортам. Ну и все. Что там. Деревня в деревне. Походил вечером. Потому что во первых с парохода сойдешь. Да классно посмотреть. Но. Я жрю. У меня всех за границей. Это за два дня надоедает. Больше не интересно. Тем более. Вечером хотел пойти в какой-то клуб. Такой. Ну типа хард рок кафе. Выхожу. Тьма. В восемь вечера. Вообще никого на улице нет. И хожу. Как этот. После ядерной бомбардировки. Мы говорим. Что-то как-то. У нас такое время было. После перестроечные времена. Тоска тоже. Сейчас народ гуляет. Песни поет. И потом я. Летел. Летел. Читал. Комменты. От подписчиков. Прилетел в Киев. И все. На этом мой цикл завершился. С этим танкером. Все это хорошо. Размеры классно. Но. Зачем мне это надо. Вот жена стоит. Мигает. Самолетик опоздал на полчаса. Ту-ру-ту-ту. Вторая часть контракта. Давай. Рада видеть. Мать. Давай. Городу сбрил. Все. И дальше. Как моя судьба сложилась. Я тут один плейлист перекрыл. Как мои скитания были до следующего контракта. Я уже было вернулся в прошлую компанию. И даже собирался вернуться к индусам. Ну. Более-менее пароход. По моим меркам. Новый был. 2013 года. И даже. С кем я работал. С индусским старпомом. Который свадьбу отмечал за 250 тысяч долларов. Он уже стал капитаном. Он мне написал в фейсбуке. Думаю. Да ладно. Пойду на этот снова. Сорокатысячник. Что делать. Продуктовоз. Где-то около Америки он ходил. И потом пошел медкомиссию проходить. Опа. И попал на операцию. Желчный пузырь меня удалили. Я грустил. Грустил. Но я всегда живу по принципу. Все что не делается. Все к лучшему. И кстати. Это что и подтверждает моя будущая жизнь. Да. Я очень горевал. И думаю. Все. Сорвался мой новый пароход. Что же мне делать. Тем более. Я собрался уходить в феврале. А уехал на контракт только в конце мая. И в этот момент мне звонят из моей предыдущей. Ну из той же компании. Только с другого офиса. И предлагают новострой принять в Южной Корее. Я вообще. Я думал. Сколько я думал. Пять секунд я думал. Я говорю. Конечно я согласен. Ну и мой контракт затянулся очень сильно. Но я до сих пор вспоминаю. Как было классно. Это просто. Я еще раз бы поехал принять пароход. Вот. В Осиннице прожил месяц. Причем. Приехал с чемоданом. Попринимали пароход. Эти ходовые испытания. Все это. Там очень интересно. Вернулся обратно. Посидел дома месяц. Заплатили деньги еще. Basic Pay. Полетел. Обратно на пароход. Принял. Ну там уже конечно было так. Это посерьезнее. Потому что. До этого мы были простыми. Обзерверы. Да как бы. Наблюдатели. А потом уже когда. Все на тебя навешивается. Ответственность. То уже когда. Немножко страшновато. Ну и в то же время. Охота познать. Непознанная. А там было вообще. Все. Это супер. Понятно что. Механизмы механизмами. Но управление. Все. Тачскрин. Всякие настройки. Можно менять. На главном двете. Или на котле. Все. В режиме реального времени. Были конечно и проблем. Много. Всяких. Но это было интересно. Не то что. Стареоку это перебирать. Которое. Никому не надо. И я там даже продлился. Еще на 4 месяца. И вот сейчас. Возвращаюсь туда же. Обратно. Так что ребята. Понравилось видео. С этим делом закончил. Смотрите все эти морские истории. Сериал. О похождениях моряка. На контракте. И дальше еще. Будет много чего интересного. Постепенно. Буду накапливать. То что. Можно. Пока. Выкладывать буду. Так что. Всем пока. Подписываемся на канал. Ставим лайки. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А. Корректор А.